Друзья, всех приветствую! На связи Станислав Орехов. Сегодня будем говорить о очень важной и полезной вещи для поставщиков и партнеров. То есть, если вы производите мебель, либо привозите ее из-за границы, либо вы планируете каким-то образом повысить свои доходы с помощью дизайнеров, то есть вы поставщик и закладываете свою продукцию через дизайнеров и продаете их финальным клиентам, то это видео будет для вас максимально полезно. Дело в том, что я сам дизайнер, работаю в индустрии уже более 15 лет, имею богатый опыт и реализации проектов, и ведения комплектации, и сопровождения, а также работаем с клиентом. И в этом видео я хочу вам рассказать, как вы сможете повысить свои доходы, если вы поставщик или партнер, через дизайнеров. Потому что обычно бывает так, что мы начинаем звонить, начинается какая-то работа с дизайнерами, и дизайнеры не всегда идут на контакт, не всегда работают телефонные звонки, потому что дизайнер занят своим делом, и не всегда у него есть возможность ответить. И когда он отвечает, не всегда со стороны звонящего, то есть с вашей стороны менеджер компетентно может рассказать, чем вы отличаетесь от остальных, как правило, идет именно упор на себя. Также, если письма просто отсылаете, либо встречаетесь где-то на нетворкинг-встречах, очень часто тоже дизайнеры не готовы работать вместе, потому что они еще вас не знают. Мы предлагаем перевернуть это с ног на голову, или наоборот, с головы на ноги, поставить правильную позицию для себя, для того, чтобы дизайнеры самостоятельно хотели работать с вами, понимали, в чем ваше отличие, и закладывали вашу продукцию в свои проекты. Тем самым защищая вас перед клиентом и делая так, чтобы клиенты уже покупали. Если вам эта тема интересна, то внимательно смотрите это видео, оно будет достаточно интересным, последовательным и объемным. Поехали разбирать все по частям и все по деталям. Итак, давайте начнем с самых азов, с самого нуля. Я подготовил вот такое мероприятие. У нас, скажу, что был вообще в целом построен курс. Я его веду уже около двух лет. Называется он «Как завоевать любовь дизайнера». Вот так он называется. И, ну, на самом деле, название я тут немножечко слукавил. Тут не «Любовь дизайнера». Это, конечно же, да, но путь к сердцу дизайнера, путь через сердце идет уже к кошельку клиента. Как это сделать, как добиться? Для того, чтобы добиться расположения дизайнера, очень важно понимать его основные задачи. То есть, что он делает для клиента, какие у него есть страхи, какие у него есть пожелания, как выгодность им взаимодействовать. Если удастся наладить взаимодействие заранее, то велика вероятность, что дизайнер заложит именно вашу продукцию. Почему? Потому что дизайнеры хотят работать с теми, с кем доверяют. Каждый дизайнер мечтает найти надежного поставщика в каждой из сфер. По паркету, по окнам, по плитке, по строителям. Каждый хочет найти хороших строителей, чтобы было четко, качественно, недорого, либо дорого. Он даже может защитить вашу высокую цену перед клиентом. Было бы понятно, из чего эта цена складывается. И вот ответственность на то, чтобы донести ценность для клиента, лежит как раз-таки на продавце, то есть на вас. То есть, ваши потенциальные клиенты уже не финальные клиенты являются, а дизайнеры, потому что через них вы идете. Я вот сейчас показываю вот эту инструкцию, хочу показать примерно в действии, чтобы тут долго не разглагольствовать, я вам просто покажу примерный диалог. Я вот такие диалоги пишу, опять же, для нашего курса, для наших материалов. Сейчас хочу показать, как эта история работает в действии. И показать хочу на примере. Вот давайте проведем как бы некий такой диалог. Сейчас я сделаю более интересную такую позицию. И сейчас выключим. Допустим, смотрите, у нас в чем суть сейчас в том, что как будто диалог идет между клиентом и между дизайнером. Ну не клиентом, а поставщиком, то есть между вами и дизайнером. Давайте посмотрим, как примерно это выглядит обычно. Итак, сейчас я поставлю интересную такую штуку, чтобы у нас виднелось. Ага, вот, надеюсь виднеется. И здесь я уже буду переключать, да, чтобы было вот видно. Ну не знаю, насколько тут видно. Можете тоже приблизить экранчик. У нас тут такая аппаратура и оборудование, которое помогает все это дело тоже мне экономить время, чтобы записывать реальное время. В принципе, так же у нас и курс записан. То есть мы, и я выдаю задание, и получаете вы обратную связь примерно в таком формате. То есть достаточно все быстро, интересно и логично. Давайте посмотрим. Ну давайте вот что чего. Я пишу просто тест. Я сделал, сразу скажу, что я немножко схитрил, да, то есть я сделал материал такой виртуальный. Да, мне было интересно, как на мое сообщение среагирует дизайнер. Поэтому я сделал пост в фейсбуке вот следующего содержания. И сейчас я его проведу как сценку. И дальше вы увидите реакции дизайнеров, да, то есть на то, что я написал. То есть, по сути, это был мой пост. И вы можете точно так же писать. Таких шаблонов у нас по всему курсу около 30. Сейчас я про них расскажу и тоже дойду. Для чего это надо? Все это дает возможность вам заранее познакомиться с дизайнерами и заранее отработать там все возражения, заранее быть им полезным и акцентировать внимание именно на себе, на своей компании. Ну давайте поиграем немножечко. Станислав, здравствуйте. Допустим, звонит мне поставщик. Я говорю, добрый день, окей. Он мне говорит, меня зовут Михаил, я работаю в компании Холод Плюс и Тепла. Звоню вам, потому что понравились ваши проекты и думаю, мы сможем быть полезны друг другу в работе. Что думает дизайнер? Не знаю, что вы хотите. Ну как бы стандартная реакция. Мы посмотрели ваше портфолио. Видно, что вы делаете интересный дизайн и работаете с проектами бизнес-уровня. Меня особенно впечатлила ваша совместная квартира в ЖК Аэрофлот. Кажется, на 120 метров. Дизайнер доволен. Окей, спасибо. Рассматривая этот проект, мы заметили, что вы используете центральную вентиляцию. Да, это так. Кстати, у наших инженеров есть отличная методичка по этой теме. Какие решетки использовать, как можно декорировать вентиляцию, по каким принципам работает система, какие последние наработки и недорогие решения в этой теме. Комплекты подобраны уже по цене и качеству. Как раз так, как ценят клиенты и бизнес-класса. В методичке также написано все, все понятным языком, снабжены изображениями и детальными советами. Вы можете прочитать методичку сами, дать сотрудникам и даже пользоваться в общении с клиентом, чтобы показать варианты системы в зависимости от их стоимости. Мы приводим средние цифры и разработали решение для квартиры на 100 метров, на 120, на 150, для домов 200 метров, 300 метров, 400 метров. Все комплекты сбалансированы по цене и качеству. Нам приятно делиться этой систематизированной информацией с профессионалами. Хотели бы вы получить такой буклет? Звучит интересно. Скиньте, пожалуйста, на почту. Сейчас хочу сделать небольшое отступление. Почему? Потому что в целом текст выше был достаточно большой. И для дизайнера сразу, может быть, не получится его отработать. То есть понять. Поэтому вот этот текст, он как бы рассказывается еще все равно в диалоге. В чем суть? В том, что этот текст, это польза, которую вы даете, которую вы заранее подготовили, и дизайнер заинтересовали. Если вы пишете или звоните дизайнеру, то не ждите моментальных продаж. Это самая большая ошибка и заблуждение, которая может быть. Дизайнер в первую очередь хочет именно понять, что вы эксперт. И что вы эксперт не на словах, потому что все любят говорить, что мы работаем с крупными компаниями, у нас надежно, у нас качественно, у нас эксклюзивность. Но вот что такое эксклюзивность, вообще непонятно. Не нужно об этом рассказывать, нужно как бы показать конкретным примером. Но идем дальше. Давайте посмотрим, что там будет. Дальше поставщик пишет. Окей, пока мы готовим, пока мы разговариваем с вами, моя помощница уже отправила вам эти материалы. О чем это говорит? Это говорит о том, что в принципе на данный момент сейчас уже видна реакция. То есть насколько быстро. А то, что будет делаться проект долго, это один из самых больших страхов дизайнера. Страх перед тем, что вот он заплатит деньги, ничего не произойдет, либо там долго дозваниваться, либо долго коммерческое предложение получать. Вот это в принципе история, она как бы говорит об этом, о том, что уже пока мы разговариваем по телефону, у нас так все схвачено, что помощница уже отправила. Идем дальше. Отправила вам материалы. Почту нашли на сайте. Она актуальная? Кстати, нашли почту на сайте. Тоже очень важная вещь, потому что многие говорят, а пришлите вашу почту? Да найдите вы сами на сайте в конце концов. Не сложно абсолютно. Она актуальна? Да, конечно, актуальна. Дальше. Наши материалы вам понравятся, будет здорово. Если вы напишите пару строк в ответ, и было ли понятно, все ли мы описали, полезна ли эта информация. Мы старались учесть интересы в тех дизайнеров, которые работают с клиентами бизнес-сегмента, поделиться фишками, а не просто писать банальности. Окей, посмотрим. Говорит дизайнер. Хорошо, посмотрим. Дальше. Спасибо. У нас есть еще одна идея. Мы знаем, что дизайнеры предлагают клиенту систему вентиляции на этапе планировки, чтобы сразу правильно учесть занижение потолков в дизайн-проекте и не переделывать все на этапе строительства. Вот тут очень тоже важный психологический такой момент. То есть мы знаем, как вы работаете, мы знаем, как вам помочь. С нами будет удобно и комфортно не просто на словах, потому что мы так сказали, а потому что по факту уже вы даете в таком диалоге осведомленность о том, насколько вы подготовлены. И дизайнер только думает, ничего себе, первый раз мне звонят не с эксклюзивным предложением взаимовыгодного сотрудничества, а действительно думают обо мне. Ну то есть в целом дизайнер просто на данный момент уже в шоке. Поэтому идем дальше. Дальше. У нас... Мы предлагаем следующую модель. Сразу же вы предлагаете модель взаимодействия. Не сами придумайте, а предлагайте. Наш инженер сделает бесплатную принципиальную схему и предварительную смету по проекту. Ну по сути это как бы ваше коммерческое предложение или ваша принципиальная схема, да ее несложно сделать, если ты понимаешь о чем речь, то есть это уже начало общения. Вместе с планировкой вы сможете показать и предложить эту схему клиенту. Возможно он заинтересуется. И даже если у вас есть постоянные подрядчики по вентиляции, закрываем возражения, вы сможете получить еще одно экспертное мнение по проекту. Круто же, почему бы мне не получить еще одно экспертное мнение по проекту. Что для этого нужно сделать, спрашивает дизайнер. Отлично, сейчас посмотрим. Нужно прислать планировку, описать задачу в письме или устно. Давайте поступим так. Мы вышлем вам на почту или смс персональный номер нашего главного инженера. Если у вас возникнет вопрос по сечению короба, внешнему виду решеток, принципах работы, воздухообмена в комнате, типах и стоимости решений, смело звоните ему. Пусть просто у вас в телефоне будет контакт отличного специалиста. И когда он понадобится, он даст консультацию по телефону или скайпу и с демонстрацией экрана проекта и объяснением своих решений. Консультация не обязывает вас покупки. Если клиент выберет другого подрядчика, мы не будем в обиде. Представляете, как здорово на данный момент получается. То есть уже заранее рассказано, как надо работать, как вы будете работать, что вы находитесь в безопасности, принуждать покупки вас не будет. Вы просто получите в телефонную книжку адекватного специалиста, адекватного крутого инженера. Откуда я знаю, что он адекватный? Потому что человек, который составил такое письмо и предлагает такое решение, у него не может быть внутри что-то там не так, не сделано. То есть это должен быть интеллект, знание рынка, знание клиентов, вообще в целом желание работать. Вот именно по таким материалам создается впечатление, хочет ли работать поставщик или не хочет. Насколько это разительно отличается по сравнению с тем, как звонят многие. Может быть и вы так звоните тоже и предлагаете взаимовыгодное сотрудничество. Почему вы это делаете? Тоже понятно, потому что вам сейчас надо продать. Но так не работает. Вернее работает, но в 3% случаях. Если вы пытаетесь продать сейчас, то как бы ничего страшного в этом нет. Просто знаете, что так только 3% на данный момент дизайнеров в данный момент ищут систему вентиляции. И им может казаться, что вот звезды так сошлись, что вы им позвонили. 97% просто отморозятся, не будут работать, скажут, не звоните мне больше, и номер поставят в спам, забанят его. Еще хуже, если пожалуются. А если вот с таким предложением мы звоним, то он будет счастлив, потому что 97% дизайнеров, они запишут у вас записную книжечку, еще посоветуют друзьям. Вот это стратегия, это именно система работы с дизайном. Не то, что быстро позвоните в парень, это для компаний, которые рассчитывают работать в долгую. Вот если вы рассчитываете работать в долгую, примерно такой способ. Надеюсь, я вас заинтриговал, но давайте идем дальше, почему бы и нет. Что дальше? Дизайнер. Звучит убедительно. Мне первый раз звонят ребята с заботой о нежелании в парень кондиционером. Я запишу ваш телефон, прочитаю методичку. Спасибо. Кстати, говорит дизайнер, давайте прямо сейчас попробуем вас на проекте. У меня один в один проект сейчас на стадии подписания договора. Один проект. Если все так, как вы говорите, кстати, это очень важная часть, что нужно мало того, что ты все это заявляешь, это надо реально, чтобы отдел производства все это сделал, да? Так кто, как обещает продавец. Так вот, давайте сейчас сразу попробуем. Сработаемся. Отлично. Спасибо за звонок. Я вас запомню и перезвоню чуть-чуть позже. Договорились? Удачного дня. Ну вот примерно такая история. И это я, надо понимать, что всю эту историю я пишу сейчас для чего? Для того, чтобы просто показать, да, насколько эта штука работает или не работает. Кому дать контакт и переслать методичку. Я как бы это написал как будто от себя, как будто мне какой-то поставщик мне так написал. Просто как бы в письме, ну, либо звонок такой был, да, то есть я симулировал такой звонок. Это не обязательно в письме. Кстати, в письме все равно точно так же можно построить. Окей, я такой звонок как бы разыграл. И вот пишу. Кому дать контакт и переслать методичку. И задаю вопрос, опять же провокационный, естественно. Стоит ли работать с такими ребятами? И вот посмотрите, то есть буквально за там несколько часов у меня откликов. Как раз сейчас ищу методичку по проектирую лестницу с помощью дизайнера. Пишу. Какой правильный подход к работе дизайнером? Все это пишут дизайнеры, можете прокликать и посмотреть. Контакты и методичку в студию. Все хотят этого. Добрый день. Перешлите, пожалуйста, мне на горизонте проекта, в котором понадобится вентиляция, система. Я с ними не работал. Хочу. Благодарю. Какая-то научная фантастика. Вот бы все так работали. От первого звонка и до акта выполненных работ. Согласен. Какой-то вымышленный поставщик. Ну вот кто-то уже начинает раскусил меня. Ну на самом деле действительно это вымышленный поставщик. Но почему бы не быть реальным таким поставщиком? Можно же это делать? Конечно можно. Мне понравился разговор душевный. Да, действительно, ты просто звонишь с заботой и предлагаешь именно правильные вещи. Не пытаешься что-то там прямо сейчас продать. Никто не любит прямо сейчас. Если мне прямо сейчас не нужны кондиционеры, я никогда не куплю. Зачем он мне нужен? У меня все нормально. У меня вентиляция стоит уже. Но если мне нужен будет проект, я бы с удовольствием с вами пообщался. Контекст классный. Подача супер. Видно, что помимо работ Стаса еще материал как продавать дизайнеру читали. Не только время делилось разговора, не слишком ли большой текст. Да, вот как бы Артем правильно пишет. Да, действительно, текст может быть длинный. Но тут вот в чем суть. Вы должны просто понимать ситуацию, да, контекст должны понимать, что на данный момент дизайнерам постоянно звонят. Вот мне каждый день, не мне, я уже, слава богу, отдал трубку помощнице. Мои помощницы звонят по 10 поставщиков и говорят, мы самые лучшие, самые замечательные. У нас эксклюзив, у нас супер качество. Давайте с нами работать. Когда ты пытаешься спросить, чем ты отличаешься от других, он говорит, ну как чем? Вообще я самый лучший. Ну как бы вот диалог. Вот это вот стандартный диалог. Это невозможно. А каждый дизайнер, он ищет надежного поставщика, надежного подрядчика. И надежность, ты не можешь каждого проверить в бою, ты не можешь каждого проверить по отзывам, потому что отзывы, как бы они либо пишутся там сами, либо ты не всегда можешь спросить. Либо те люди, у которых, и компании, у которых супер там с отзывом, со всеми делами, да, все супер классно, но просто бюджет на него не хватает. Не у каждого дизайнера есть возможность по бюджету там влезть. И дизайнер еще хочет себе тоже получить агентские вознаграждения. То есть тут комбинация факторов. Как бы через вот это, через такие вещи пытаться это делать. Пошла сочинять методичку. Отлично. Ну что ж, Татьяна, вот уже время прошло. Сочинили, не сочинили, пишите. Контекстная реклама вам не впаривает сразу, а просит ваше мнение, затем вы впариваете сами. Просто маркетинг. Ну как бы, окей, впариваешь, не париваешь, это только диалог некий. А да, естественно, это маркетинг. Конечно, я об этом сейчас рассказываю. Ну как бы, почему нет? В любом случае, очень грамотно и красиво, надо на заметку своим продавцам поставить. Ставьте. Да, сейчас уже многие таким образом разговаривают, по крайней мере, вменяемо и адекватно. Супер, этого мы и добиваемся. Мы пытаемся изменить мир и вообще в целом эту историю к лучшему. Для чего? Для того, чтобы всем было комфортно, чтобы дизайнер работали, поставщики продавали, клиенты получали лучший сервис. И мне методичку, пожалуйста. Пожалуйста, методички нет. Пишите методичку и рассылайте. У меня нет. У меня есть мои методички, я, собственно, делюсь этой информацией. Вы тоже можете так делать. Сразу видна подготовка дизайна в компании, которым нужна схема расположения, кондиционеры, чтобы учесть занижение потолков, сами не сделают. Одни жулики звонят другим. Согласен некий момент по поводу и комментарии того, что дизайнеры должны учесть схему занижения потолков, но смотрите, какая ситуация. Есть несколько типов дизайнеров. В книге энциклопедии я их описываю. Их надо знать. Есть пять типов дизайнеров. И все они просто дизайнеры. Кто-то начинающий, кто-то умеет, а кто-то не умеет еще делать. Если он не умеет, не обязательно он сам это должен делать. Он может спросить у кого-то, у коллеги, почему нет. Все мы были начинающими, и все мы чего-то не знаем. Более того, даже на данный момент даже специалист с 20-летним опытом что-то сейчас еще не знает. Либо не знает того, что сейчас вышло новое. И вот эти вот знания, они никогда не помешают. Ну как бы глупо 20 лет назад выучиться и думать, что ты все знаешь. Нет, это невозможно. Если ты что-то не знаешь, ты можешь это узнать. Поэтому не принимайте этот комментарий. Идите учиться. Идачи. Удачи. Ищу информацию по вентиляциям системы. И, конечно, на вас. Пожалуйста, поделись в методичке. Вот о чем я говорю. И вот Ксения на данный момент это один как раз-таки из 3% дизайнеров, который как раз ищет сейчас. То есть остальные не ищут, а вот Ксения ищет. Вот вы на нее наткнетесь, она подумает, что это удача. Но остальные, они просто отморозятся, не будут взаимодействовать, если просто будете звонить. Так, любопытно, актуально. Отлично. Можно, пожалуйста, методичку? Пожалуйста, Евгения Никитина. Привет тебе. По опыту с таким очень хорошо работалось. Именно дотошное и нанесение информации, но при этом не обидчивое и не заискивающее. Вот что хотят дизайнеры. Это не я придумал, то вот дизайнеры пишут. Сильно, пожалуйста. Можно мне тоже методичку? Можно. Пожалуйста, пишите. Пожалуйста, мне методичку. Пожалуйста. Замечательный пример современного поставщика. Именно таких поставщиков хочется иметь в постоянных партнерах по проектам, а не просто иметь еще один телефончик про запас. И, разумеется, интересно, методичка. Вентиляция очень важный элемент для дизайнера. Прошу ее поделиться. Но вот как вы думаете, как вы, как эксперты, вы же можете сделать как бы нечто полезное? Причем методичка, это не обязательно там какая-то там суперогромная книга. Это может быть просто небольшая там 10-страничная основа. Можно, в принципе, такое видео записать. Вот можно взять там студию, да, в принципе, не обязательно даже собирать такую большую студию там, как у меня на данный момент. То есть можно просто вот ее сделать любую, взять iPhone и записать более-менее внятно. И понятно, просто покрутить лист, да, просто взять лист, как вы делаете, и просто рассказать. Это тоже уже будет окей. Это уже можно отсылать. То есть человек поймет, что вы как бы вменяемый специалист. Дальше. Теперь, для чего это все говорю? Для чего, собственно, мы с этим всем работаем? Очень просто. Я проводил курс, курс для поставщиков. Я его проводил три раза вживую. Вот у нас здесь поставщики проходят это мероприятие. Можно зайти посмотреть. На данный момент я сделал следующую программу, которая позволяет полностью построить отдел работы с дизайном. То есть то, что я сейчас показал, это просто я показал пример конкретики того, что можно добиться. того, что это один из тридцати способов, которые мы будем отрабатывать. Я подготовил шаблоны по каждому из этих вещей, и вы сможете вместе со мной их написать. То есть не вы будете даже писать, а как бы я дам вам шаблон, и вам единственное, что нужно будет сделать, это отработать примерно такую же схему. Там есть телефонный разговор, скрипты звонков, скрипты, как вы будете писать, как вы будете выступать, как выступление построить, какие типы дизайнера бывают. В общем, много-много всего. Сейчас не буду останавливаться, можно будет здесь прочитать. То есть я это видео хотел посвятить именно такой вводной части, для того, чтобы было понимание, как вообще с этим действовать. И самое ключевое, что я хочу сказать, что звонить, естественно, можно. То есть вы можете продолжать звонить по телефону и говорить, купите, пожалуйста, наш кондиционер. Это тоже работает, да, это тоже работает. Но умные компании поступают по-другому. Они и звонят, естественно, почему нет, продажи нужны всем всегда. Но и они в том числе налаживают связи. Такие связи с помощью правильных позиционирований можно наладить на выставках, на нетворкинг-встречах, различных тусовках, на конференциях, с помощью просто звонков, с помощью рекламы, даже в том числе контекстной. Почему нет? Вы можете просто даже видео записать примерно с такой историей и рассказать. Давайте посмотрим немножко, из чего состоит, собственно, материал. Что за курс я подготовил, если вам это интересно. Но самое главное не что там внутри, а какие проблемы он решит. Мы рассматриваем 12 главных проблем в отношении с дизайнером, какие возникают у поставщиков. Дизайнер, если смотрит сейчас, напишите в комментариях, такие ли проблемы у вас есть, может быть, какие-то еще у вас проблемы, прав ли я вообще вот в этом, правильно ли я делаю, что пытаюсь научить поставщиков правильно работать. Готовы ли вы также рассматривать потом, в дальнейшем, потому что у меня методика такая, что я помогаю поставщикам правильно упаковаться, даю шаблоны, как это делать, карточку продукта, составить карточку компании, и потом отсылаю дизайнерам. У меня в базе более 10 тысяч дизайнеров в совокупности, которые смотрят, видят наши материалы, и они дают обратную связь. То есть я всегда делюсь этой обратной связью с поставщиком. Также у нас есть база надежных поставщиков, с которыми выгодно работать и которым выгодно оставлять отзывы. Поэтому после того, как вы как поставщик закройте все эти вопросы, сделаете методичку, сделаете материалы, я первым делом вас бесплатно, бесплатно разошлю дизайнерам для того, чтобы получить обратную связь и выдам ее вам. То есть моя задача сделать, ну как минимум, чтобы 100 компаний по разным направлениям были именно вот такими лидерами рынка. Итак, что мы решим? Дизайнеры не реагируют на звонки. Чтобы они реагировали, нужно примерно вот такого формата держаться. Не обязательно, кстати, методичку. Это я как пример сделал. То есть есть еще 4 разных способа, которыми можно захватить внимание дизайнера. То есть не только методичка, но и другими вещами. Об этом мы поговорим на курсах. Дизайнеры хотят много денег. Иногда бывает дизайнер говорит, заложите мои комиссионные. Вот как правильно в переговорах объяснить верную стоимость комиссионной, мы тоже с вами поговорим, потому что это на самом деле тоже важно. Тоже важный момент, как правильно свою цену обосновать. И чтобы дизайнеры, как бы дизайнеры не все хотят навариться побольше. Естественно, действия такие. Но в основном дизайнеры планируют как бы работать долго, им важно, чтобы там поставщик не накосячил. Обман клиента. Некоторые дизайнеры просят повысить цену в их пользу и к разнице прибавить цены. Вот работать с такими или не работать, решайте сами. Но в целом такая проблема существует. Иногда это вскрывается, и потом в том числе и поставщикам возникают некие проблемы здесь. Не предупреждает заранее о клиенте. Часто бывает, наверное, подтвердите, что вы получаете от дизайнера материал, все делаете, цену называете, а потом дизайнер приходит и говорит, что неплохо бы имуще деньги заплатить. А у вас это не заложено. С этим моментом тоже поработать. Не отвечает на коммерческое предложение. Допустим, вы отправили дизайнеру коммерческое предложение, он все получил, и ни ответа, ни привета. Почему так происходит? Что делать, чтобы такого не было? Об этом тоже поговорим детально. Дилетантский подход. Это вот то, что в комментариях тоже обсуждали, что вот некоторые дизайнеры якобы должны все знать. Как с этим работать? Какие дизайнеры должны знать? Что делать, если дизайнер не знает? Как его научить мягко, чтобы он не обиделся? Об этом тоже поговорим детально. Эту проблему решим, и дизайнеры у вас будут подготовлены именно под работу с вашей продукцией, а не с продукцией конкурента. Это очень крутая методика. Дизайнеры требуют быстрой работы. Возникает ситуация, когда дизайнер присылает и говорит, дайте мне коммерческое приложение через час или лучше сейчас сразу по телефону, это бывает очень часто. А вы говорите, да тут считать два дня и это там большая работа сметчика. Очень важно продумать и сделать тест драйв такой, чтобы можно было принципиально дать дизайнеру основу цен, чтобы он сам прикинул, чтобы он сам прокалькулировал. Дизайнеры не дураки, они в принципе понимают, как считать исходя из принципа ценообразования и этот принцип ценообразования, так называемую ценовую политику мы с вами отработаем. То есть будет некая такая же полезная методичка, с которой мы можем дать примеры работ дизайнеру и в зависимости от того, допустим, это из бетона или это из металла, конструкция лестницы или из дерева, он сам может примерно прикинуть. То есть тут никто не просит считать до гвоздя, как многие поставщики хотят, дайте мне полный проект и мы вам посчитаем смету. Такого не надо. В принципе, хороший специалист, надо доходить до такого состояния, что хороший менеджер прям прикидывает в уме. То есть я могу прокалькулировать, я могу просчитать прям в уме свою услугу. Я знаю, сколько стоит дизайн проект, я знаю, сколько стоит авторский надзор, комплектация. Я могу это буквально, вот я на кончиках пальцев это чувствую и могу это доказать, рассказать. Вам примерно то же самое надо делать. Не обязательно самому руководителю либо главному технологу, но человеку-продавцу это надо сделать. Чтобы это сделать, ничего сложного. Есть некое правило, которое вы можете продавцу дать и которое он может объяснить дизайнеру. То есть тогда вы сможете считать коммерческое предложение не за два дня, а буквально за две минуты сразу же. Опять же, это не оферта, что ты сразу заключаешь договор. Это принципиальное понимание, если коммерческое предложение изменится в любом случае, если изменятся вводные данные. Так, дальше. Случайные продажи. От месяца к месяцу, если у вас нестабильный заработок, вот случайная продажа. Даже дозвонился до того, кого надо, продал. Не дозвонился, не продал. Чтобы этого избежать, очень важно делать именно базу, базу дизайнеров. И чтобы была не просто дизайнерская база скачана с хауза или откуда-то еще. Это есть у всех, естественно. А именно отношения с этой базой. Чтобы наладить именно отношения, очень важно, чтобы не вы заносили дизайнера в базу, а он вас заносил и советовал друзьям. Где менеджер мечты? Большое желание поставщиков, чтобы вот пришел какой-то менеджер по продажам и сделал чудо. Где мой волшебный маркетолог, который мне сейчас принесет продажи? Не бывает такого. Либо вы можете маркетологу отдать вот этот же курс и эту методичку, чтобы они так делали, и дать им систему, и дальше поставить контролем. Но если вы так сделаете, то, скорее всего, этот менеджер научится и откроет что-то свое. Потому что вы же понимаете, что это просто феноменальная система, по которой любой практически человек, который понимает суть работы дизайнера, он может получить лидов, получить продажи, получить хорошие отношения. Соответственно, если ваш менеджер научится этому, то он, скорее всего, откроет какую-то конкурирующую компанию, либо уйдет к конкурентам спокойно. Поэтому я рекомендую собственникам, либо с главным, кто у вас главный маркетолог, с партнером это все проходить, менеджерам отдавать не целиком эту систему, потому что она слишком хороша для менеджера, для наемного сотрудника, а частично, может быть, отдавать, ну, частично им. Вот, поэтому это очень важно. Двенадцатое. В чем уникальность? Также одна из ключевых вещей, когда нет понимания уникальности, ее нужно сформировать и буквально в одной фразе ее рассказывать. Что такое уникальность? В чем вы уникальны? Чем вы отличаетесь? Уникальность есть у всех, проблем здесь никаких нет, то есть ее нужно найти, и если вы ее не знаете, мы ее придумаем. Есть способ, как это сделать, это тоже мы проходим на курсе на материалах. Итак, что у нас здесь происходит? Можете почитать, посмотреть. Наша система, в общем-то, работает. Содержание, проблемы, вот можно видео посмотреть, кому не хватило сейчас информации, кто хочет вот изучить. Я эту тему сделал там, когда был в отпуске, просто придумал, ехал на машине из Европы домой и вот решил, чтобы не просто так ехать, а с развлечением, да, решил записать эту всю историю. Записал несколько видео, хитрости, проблемы, написал специальную книгу по этой теме, вот можно почитать, посмотреть, какие бывают. Ну, чтобы вы понимали, что это все не просто так. Какие результаты у вас будут по каждому из этих материалов, то есть все-все-все-все-все детально здесь рассказано. Содержание курса, в данном случае здесь 10 блоков, было раньше, но я сейчас сделал не 10 блоков вообще, а 30 блоков. Сейчас я покажу. Почему? Потому что вот это, в принципе, информация, вот эти материалы я давал на очном курсе, который был живьем, ну вот на котором там в самом начале мы были, проходили. Вот эти вот ребята, да, то, что проходили поставщики. Сейчас я сделал следующим образом, я добавил туда отработку, то есть я буду давать именно шаблоны, которых я вам рассказывал. И получилось 30 у меня занятий, сейчас я вам их покажу. И на каждом этом занятии мы не то, что будем изучать, как надо делать, да, как надо, я сейчас, каждый, мне кажется, сам знает, как надо. Мы будем прям делать, я вам буду давать шаблоны вот такого письма, и вы будете по этому письму отрабатывать. И тогда по результатам вот этих 30 дней вы сможете построить полноценную модель работы с дизайнерами. Что там внутри сейчас я будет расскажу. Да, и также вот эту всю историю вы можете зайти вот на сайт, ссылка будет под этим видео, сможете зайти и посмотреть, если вам актуально. Да, самые лучшие поставщики, естественно, выступают у нас на конференции, это у нас раз в год проходит конференция, тысяча человек собирается, ну здесь было меньше, но вот на данный момент тысяча и более собирается. Где поставщики рассказывают о своей продукции, я учу, как сделать правильно именно презентацию, чтобы дизайнеры не бежали кофе пить куда-то, а слушали именно вас. Это не очень простая задача, но с ней можно справиться. Так, бонусы какие идут. Чет-лист на проверку текста, рассылка по дизайнерам, это то, что я делаю. То есть, если вы все сделали нормально в числе первых участников, то я рассылаю вашу продукцию и ваши материалы по дизайнерам. Когда сам удостоверюсь, я буду лично проверять каждое ваше написанное сообщение и буду отсылать его. Учебник с примерами у вас будет, то есть, все это дело у нас в виде специальных учебников есть, то есть, по каждой теме у нас есть примеры, детали. Вы можете прочитать, можете видео посмотреть, вы можете посмотреть примеры, выполненных другими ребятами и комментарии на их работы, то есть, все, чтобы у вас было четко. Также у вас будет доступ в закрытую телеграм-группу, где я разбираю эти материалы, ну, чтобы все было под рукой. Запись курса на 8 часов, ну, вот того курса, если вам вдруг нужен будет, того самого основного, базового, тоже будет дан. Кому будет полезно? Индивидуальное изделие или услуга на заказ, дилер-поставщик продукции по каталогам, производство, завод с мебелью. Ограничение кому не подойдет? Ну, собственно, тут можно почитать, что это не курс по продажам, это курс по налаживанию отношений. Я не гарантирую вам никакую прибыль, я гарантирую вам хорошие отношения с вашей аудиторией. А как монетизировать хорошие отношения, это уже там дело продажников и так далее. Но отдел работы с дизайнерами и модель продаж и по телефону и на встрече, и на конференции, и на выставке я буду полностью рассказывать. Так, что дальше? Стоимость, разные участия есть, если интересно, стоимость я сейчас не озвучиваю, то есть почему? Потому что я хочу, чтобы это видео осталось, стоимость будет меняться, она будет расти, поэтому я сейчас неправильно буду называть стоимость. Если вам интересно, то напишите мне лично на почту, либо там в комментарии, либо в мессенджер, либо в инстаграм, в директ, я вам отвечу и дам ссылочку на актуальную стоимость, если вы смотрите это видео в другую запись. Регистрация. Сделано будет следующим образом, что этот курс будет открытый, но он будет ограничен тем, что первым участникам я даю максимальную обратную связь сам лично, потому что моя задача первые, ну примерно 20 компаний, наверное, я сделаю именно сам лично, чтобы у меня были кейсы. То есть мне нужно сейчас кейсы собрать, 4 компании у меня уже есть кейсами, сделаны в книге моей энциклопедии, но это еще не полноценно, это только карточки продуктов и карточки компаний. Я хочу полноценно упаковать компании примерно 20, чтобы у меня были конкретные примеры. То есть я хочу не словом, да, не просто там вот как все, вот давайте там развивать инстаграм или давайте там развивать личный бренд. Я хочу конкретно добиться результатов в цифрах, вот, и показать эти цифры. Поэтому с вас работа, с вас цифра, с вас обратная связь, с меня информация, с меня разбой работ, с меня отсылка дизайнерам. И если вы будете соблюдать то, что вы обещаете в ваших рекламных материалах, то продажи вам практически будут гарантированы, ну как бы по статистике не может быть такого, что если вы все сделаете, продаж у вас не будет. У вас будет именно хорошее отношение, как монетизировать эти отношения, как правильно оказывать услуги. Если у вас услуги качественные и правильные, вы, я думаю, уже сами разберетесь, проблем не должно быть. Так, можете посмотреть демонстрационный урок, вот, пожалуйста, агентский договор, тут все есть, как бы, ну, как демонстрационный, это такой вот урок, как бы, ну, примерно, да. Можете посмотреть отзывы, палацса мобиля, вот компания, кстати, мы их упаковывали, камень базальт, упаковки не было, просто выступали на конференции, отзывы других участников, кто-то сделал карточку полностью, кто-то не сделал. Да, кстати, хочу отметить очень важную вещь, то есть, вот, один из ключевых моментов заключается он в чем? В том, что, когда, короче, с этим надо работать, вот в чем. Если вы хотите продажи, если вы хотите обогнать конкурентов, делать это надо сейчас. Прям с этим реально надо работать, то есть, надо садиться и делать задание, выделить время. Я сделал задания небольшими, то есть, видео там не более, там, 10, наверное, минут, остальное текстом и шаблонами, то есть, но вам нужно сесть будет все равно и посвятить какое-то время самостоятельно, либо главный менеджер, чтобы отработал все эти вещи. То есть, я буду прямо на вас наседать, чтобы вы делали, 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 буду давать комментарии обязательно, примерно, чтобы это все работало. Так, отзывы можно тоже в ниже посмотреть. Ну, вот примерно все. Я надеюсь, вас как-то заинтриговал, заинтересовал Вот примерно как это выглядит Смотрите, всего у нас какие темы Вот 30 заданий Давайте там сначала пройдем Просто какие-то вещи тоже основные Знакомства, окей, общая схема работы с дизайнерами Вот давайте зайдем сейчас в первое задание Вот это общая схема Как видите, я также сейчас сижу У меня в принципе, вот я построил такую студию Для того, чтобы быстро рассказывать Вот я рассказываю, показываю схему Это общая схема, где я зарисовываю Видео хорошего качества Все Full HD, все видно То есть я тут рассказываю, показываю И по итогу вот у вас вырисовывается схема Вы ее себе понимаете Вот она примерно, раздел, как мы будем работать И дальше идете на выполнение заданий То есть в каждом уроке будет видео, будет приложение Вот, допустим, карточка продукта Мы заходим на четвертый модуль В карточку продукта мы тоже заходим Допустим, ее скачиваем, смотрим, как она выглядит Вот она, оп, скачалась Хитрости, какие есть у дизайнеров Проблемы на проекте, карточка компании Ваши клиенты типа дизайнеров Отрабатываем, как дизайнер работает на проекте Для того, чтобы понимать, когда ему С ним начинать работать Агентский договор, демо-урок Договор на производство работ Общая схема продвижения Как вы будете продвигаться Разработка услуги тест-драйв Какой у вас будет Наподобие этой методички, например Сайт с разделом для дизайнера Внедряем всю эту информацию прямо на сайт Пишем таблицу Презентации для выступления делайте обязательно Скрипт звонка для захвата внимания Это примерно то, что я рассказывал Вы такой же сделаете для себя Лейнинг для дизайнера, чтобы он понимал все условия работы Письмо для рассылки дизайнера Правила работы на стенде Если вы будете работать, чтобы ваши менеджеры Работали правильно на стенде Внедрение CRM-системы Если она у вас уже есть То правильное введение с точки зрения психологии То есть построение отдела продаж И работы с дизайнерами Внедрение менеджера продаж Научу, как ему звонить Какой он должен быть Как общаться То есть какие психологические триггеры Передавать дизайнерам в общении Для того, чтобы в продаже было желание купить Проверка у дизайнера Это вот рассылка То, что мы делаем Либо по нашей базе, либо по вашей базе Мы когда пишем сообщение Мы всегда не надеемся только на мою обратную связь Но мы всегда спрашиваем у других наших клиентов Насколько это актуально, насколько это подходит Проверка рекламы в действии Проверка исполнения обязательств в действии Линейка продуктов и дополнительные сервисы Системный отдел продаж тоже настраиваем Все это мы прям делаем То есть каждый этот момент у вас будет встроен по шаблону То есть я это уже делал Я это уже делал в своей компании В компании у нас по дизайну интерьеров Тоже проходят ребята курс по созданию студии Дизайна интерьеров И там примерно такие же вещи Но здесь я их адаптировал специально для поставщиков Потому что я очень хорошо понимаю Исходя из боли То есть я сам дизайнер Получается как лис вам рассказывает Каким образом нам продавать Вот я примерно так вам сейчас рассказываю Захват в лидирующей позиции На рынке Тут имеется ввиду, чтобы обогнать конкурентов Как это сделать максимально быстро с этой информацией Пока другие конкуренты не купили этот курс И не начали внедрять это все быстро вместе со мной С такой обратной связью Контент-стратегия Здесь как подготовить контент-стратегию После того, как вы захватили внимание дизайнера То есть как дальше с ним быть на связи Чтобы не забесить с одной стороны продажами И с другой стороны всегда быть на связи Чтобы он получал информацию только от вас А не от кого-то еще Не ваших конкурентов И действия по экспертному продвижению Ну вот примерно все На данный момент То, что я хотел вам сказать Напишите мне пожалуйста в комментариях Насколько материалы Насколько информация была для вас полезна и интересна Да, если интересна и полезна То на какие темы еще рассказать Какие у вас возражения, если есть Да, у меня пока, кстати, карточка открылась Вот примерно такая раздаточка у нас Да, то есть это раздаточка Как записывать Как делать Это примерно вырезки того Что у вас должно быть по карточке То есть в итоге у вас будет оформлена карточка Это является основой такой технического задания Для ваших подрядчиков Да, для того, чтобы Они написали вам Ну материал либо на сайт, либо методичку То есть с помощью этой всей информации Можно все это дело подготовить Так вот, давайте вернемся Тогда карточка Окей, она есть Вы поняли, что она существует И такие же у нас Все моменты есть По каждому из этих материалов Вот, соответственно Что мы делаем Мы сейчас с вами поработаем По обратной связи Напишите мне пожалуйста Если вы смотрели это видео Насколько вам было ценно, полезно, интересно Либо не ценно, либо вы думаете Это опять все неправда не работает Вдруг там кто-то пишет Но я думаю, по-моему Я уже на практике показал Что это рабочая история Если вы хотите со мной работать Опять же, цены у меня пока окончательно нет Я сейчас выявляю в целом интерес Если интерес будет Я возьму, наверное Где-то 10-20 компаний Да, вот первых С которыми я буду работать персонально Там в течение Одного-двух месяцев Где мы внедрим за 30 дней Все вот эти 30 заданий Ну в течение, я думаю Одного-двух месяцев То есть кто-то будет делать каждый день И быстро пойдет Кто-то будет медленно идти Будьте внимательны Пока ваши конкуренты Да, не воспользовались этой технологией Пишите мне лично Тема мне сейчас интересна Я сейчас ей горю Я сейчас хочу ее продвинуть То есть я за то, чтобы Любая движуха Да, которую мы придумали Она работала И приносила пользу И мне И нашим клиентам Спасибо всем большое Кто досидел, досмотрел Если вы дизайнер И тоже смотрели То здорово Да, вы можете также приобрести Книгу, энциклопедию Ссылочка тоже будет Также ниже Где в принципе разобраны Многие моменты Которые здесь будут полезны Она недорого стоит Очень полезная Если вы поддерживаете меня Напишите, что поддерживаете И отошлите это видео Вашим коллегам Поставщикам Которые вам звонят постоянно Давайте сделаем так Вам будут звонить И вы говорите У нас тоже для вас Есть отличные предложения Отошлите им это видео И все будут счастливы Просто можете им отослать И скажите Обращайтесь к нам Только когда посмотрите это видео И когда заполните карточку продуктов И карточку поставщиков И тогда с удовольствием Мы с вами будем работать А также пишите методичку И тоже присылайте мне На этом сегодня все С вами был Станислав Орехов До новых встреч Пока